Ну что ж, здравствуйте дорогие друзья, с вами вновь Казуку Фэмали, и мы продолжаем проходить Сломанный Меч, Тень Тамплиеров, Расширенное Издание. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, приглашайте друзей, ставьте чаёчек, кофеёчек, а мы в принципе будем проходить эту интересную игрушку. Погнали! У нас уже будет, грубо говоря, финал. Эй, я просто хотел узнать, не поможете ли вы мне? Ого, привет, красавчик, я могу тебе помочь? Привет, меня зовут Джордж, я просто... Я, конечно же, рада нашей встрече, Джордж. Я просто... Меня зовут миссис Хандерсон, ну ты зови меня просто, Фэрл. Окей, Фэрл, я хотел... Как приятно встретить приветливого американца вдали от дома. Фэрл? Да, дорогой. Я просто хотел спросить, не поможете ли вы мне? Ну, конечно же, с удовольствием. Так, а что у неё спросить? Расскажите мне про себя, Фэрл. Я? Хо, джентльмены всегда очень любопытны. Мы с мужем занимаемся производством потребительных открыток в маленьком городке Акрон, штат Агайя. Акрон? Маленький симпатичный городок. Ага. Ваш муж где-то здесь, Фэрл? Не жаль, что приходится вас огорчать, но это так. Ах. Вы когда-нибудь слышали о рыцарях, которые называли себя тамплиерами? Что-то знакомое. Вспомнила. У Тюана была такая книга. Святое что-то со святым чем-то. И я точно не при помощи. И я прочла немного. И что? Похоже на какую-то ерунду. Ммм. Так, чё, всё о него спросить? Вы знаете что-нибудь о средневековых ткачах? Я умею орудовать иголкой. Блин. И я не знаю. Да нет, всё нормально. Так, ну вроде нельзя больше лечиться. Сейчас мне нужно идти, Перл. Не было бы приятно, Джордж? Перестань строить из себя чудака. Здравствуйте. Вы не могли бы мне помочь? Конечно, сынок. Всегда найдётся время для молодого американца. Я Хендерсон. Дюан Хендерсон. Рад встречи с вами, господин Хендерсон. Эй, парень, я не в офисе. Зови меня Дюан. Окей, Дюан. Меня зовут Джордж Тобар. Ты не подскажешь, как с этим местом может быть связано изображение быка? Странный вопрос, Джордж. Нет, я думаю, что никак. Ты далеко от дома, Дюан. Я могу сказать о тебе то же самое, Джордж. Я? Я простой турист, и это всё. А как насчёт фотоаппарата? Ты шатаешься вокруг и не делаешь снимков. Не возражаете, Джордж, если я вас сфотографирую. Что? Почему? О, вы могли бы меня предупредить. Вы не возражаете, ведь правда, Джордж? Народ будет заинтересован в том, чтобы попасть домой. Где ваша жена, Дюан? Перл? О, да, она где-то рядом, в поисках удачной покупки. Как долго вы женаты, Дюан? Боже, уже по тридцать лет. Сын. Чем вы конкретно занимаетесь, Дюан? Разве я тебе не говорил? Оп-ля! Мы обосновались в Кливленде, штат Огайо. В Кливленде? Перл сказала, что вы живёте в Акроне. Что-то не так? Ничего страшного, просто думаю вслух. Сын. Ты не возражаешь, если я задам тебе необычный вопрос? Окей, но я могу на него не отвечать. Ты знаешь что-нибудь о тамплиерах? Рыцари-тамплиеры? Ага. Ничего, совсем ничего. Ну, это рыцарский обряд. То, что я знаю и говорю, это две разные вещи, парень. Не зная этого, я бы не продержался в деле. В деле? Конечно. Производство поздравительных открыток. О, господи. Хм. Тебе говорит о чём-то образ рыцаря, держащего стеклянный шар? Боже, нет! Зачем рыцарю этот кусок стекла? Я не знаю, а в чём про... Что-то не так, парень? Это не стеклянный шар. Я в уме совместил все эти вещи. О чём говорили заговорщики, когда упоминали странные свойства манускрипта? Это линза. Я видел старую картину женщины, благородство, что-то вроде этого. Она смотрелась в зеркало. Но в зеркале был человек с тремя лицами. Что ты об этом думаешь? Я думал, что ты должен быть на процедурах. Тсс. Окей, ещё увидимся, Эдуард. Можешь на это рассчитывать, Джордж. Да, попробуем поговорить с шашлычником. Здрасте, как вас зовут, сэр? Привет, привет. Ты купить шашлык? Очень хорошо. Ну, счастливо. Приятно провести день. Очень хорошо. Мангал с шашлыком выманивал из-под навеса. Как подразделению маркетинга, ему чего-то не хватало. В безветренную погоду запах распространялся так же, как и вонь. Так, сейчас вы узнаете, для чего нужен спичечный коробок с изображением ковра. Вам говорит о чём-то этот спичечный коробок. Ах, дай мне, дай мне. А вам? Много чудесных приветствий, мой лучший друг. Ммм, мы с вами знакомы, мистер? Нет, нет. И я опять скажу нет. Но, мой друг, ты не видишь взаимной выгоды от этой встречи? Насколько мне быть с вами откровенным? Вы петушевственник, да? Парень, да ты, наверное, лучший детектив в мире. Нет, я же сказал, что я Серлок Холмс. Я на голову выше этого валенка. Я лучший в мире водитель сикарного такси. Я понимаю, к чему вы клоните. Меня зовут Ултор, водитель такси и сикарный гид, да. Я как раз это хотел услышать. Куда приказываете ехать? Просто скажите место вашему покорному слуге, и мы полетим как птицы. Ну, я не планирую пока покидать Мариф. Но когда возникнет такая необходимость, вы будете первым, кто об этом узнает. Отлично. Когда узнаете, куда вам надо, приходите к Ултору. Спасибо. Ещё увидимся, Ултор. Пусть этот день принесёт вам много знаний и счастья, мой друг. Всё. Чёрт. Дверь закрыта. Что? Он говорит, вы не ходите в туалет. Читай записку, Матей. Матей? Кто-то упустил в переводе. Ну? Пяляясь и щурясь, я понял, что не могу разобрать ни слова. Ха-а-а. Даже если я захотел бы плюнуть, у меня было сухо во рту. А ну-ка. Привет, а у вас неплохой клуб. Я вот думаю, может, вы мне поможете? Что? Я хотел сказать, что случилось. Извините, я не понимаю. Неудивительно. Всё хорошо. Он извинился, но он не говорит по-английски. Угу, но он ведь ничего не сказал. У него нет языка? Нет языка? А что случилось? Его отрезали. Он проиграл. Он выиграл. Ты всё других парней не видел? О, да. Привет снова, Улта. Спасибо Аллаху, что он опять послал вас ко мне. Хм. Не могли бы вы мне подсказать, что значат эти символы? Здесь говорится, дверь будет закрыта до тех пор, пока не принесёт туда стётку. О, а это что значит? Менеджер купил новую прекрасную туалетную стётку. Оставил её на 10 минут. Вернитесь, её украли. Украли. Даже не успел развернуть упаковку. Он на этом поехал. Запер туалет и сказал, Никто не будет пользоваться этим туалетом до тех пор, пока не вернут стётку. Мы спросили, а что нам делать сейчас, а? Он сказал, скрестите ноги и используйте силу воли. Вы так и делали? Нет, Ултар пользуется ведром. Ха-ха. Вы видели эту американскую парочку? Видел ли их Ултар? Видел ли ли их Ултар? Да, Ултар их видел. И? Они очень жадные. Ултар предлагал им показать окрестности. Они спросили, если там что-нибудь странное. Ултар сказал, конечно, природа. Они спросили, а что-нибудь сделанное руками человека? И Ултар сказал, вы видели моё такси? Оно старее чем Озимин Диас. Ха-ха-ха. Но они ушли? Ха. Что вы знаете о продавце шашлыками? Ничтосный человек. Ултар говорит. Расслабься, приятель. Будь попростше. А он ему. Заткнись Ултар. Любопытно. Вовсе нет. Его лицо производит впечатление дождя в понедельник. Как бы то ни было. Такой у него характер. Ха. Ваш клуб не так-то просто попасть. О, да. Это очень хорошо. Моё членство не больше, чем... Мммм... Добрый сэр. Как вы думаете, сколько людей живёт в этой деревне? Ну, я не знаю. Пару тысяч. Тогда и членов клуба тоже пару тысяч. Ага. Вы не встречали этого человека раньше? Да, точно. Это было вчера. Здесь? Вчера? О, боже. Он уже близко. Да, он тоже задавал много вопросов, как и вы. О чём он вас спрашивал? Он спрашивал про американца по имени Стоби. Стобарт? Да, Стобарт. Вы знаете его? Убийца узнал моё имя. О чём он ещё спрашивал? Он спрашивал про немца по имени Клобнер. Я попытался запомнить имя этого человека, который рассекретился в Сирии. Его имя было Клаузнер. Точно. О нём говорил Ултор. Клаузнер. Это целый век с фотографией Клаузнер. Он хотел поехать на холм Голова Быка. Подождите, куда он хотел поехать? Голова Быка – большой холм. В десяти милях от города. Может, в шести десяти. Когда это было? О, наверное, с неделю. Ха. Что вы мне можете рассказать про холм Голова Быка? Это потрясающе. Живописные виды. Туда стоит съездить. Как туда добраться? Сейчас подумаю. Вам нужен отличный гид, который бы отвёз вас на такси с кондиционером. Ну да. А где бы мне найти такого? И Ултор – это отличный гид. Хорошо образован, всесторонне развит. Как мне повезло. Не желаете ли воспользоваться моими сикарными услугами? Допустим. Окей, хорошо, поехали. Вперва покончим с формальностями. Поездка до головы Быка. Ммм, пятьдесят долларов Янков, пожалуйста. Пятьдесят баксов? У меня их нет. О, несчастье. Ултор созелеет, но не может отвезти вас. Подожди, Ултор. Может, сделаем бартер? Мой любимый друг. Моей машине нужно горюци, оглушителю доктор по глусителям. Торговаться за это невозможно. Моё сердце страдает от несправедливости. Бакси, молния. О, американец-неудачник. Все. Ну, еще увидимся, Ултор. Да сопутствует вам удаться, мистер. Окей. Так, нам надо вернуться сюда, да? Так. Такс. Эй, парниша, говоришь б на английском? Спикаю да англазайзи? Ммм, парлевос англайз? Да, си и на самом деле уи. И намного лучше вас на первый взгляд. Меня зовут Неджо. Добро пожаловать в мой универмаг качественных товаров. Хмм. Это твой отец прячется за прилавком? Да, действительно. Любит поорать. Его зовут Аюб. Не похоже, чтобы ты его очень уважал. Не похоже? Да я не только его не уважаю, он мне и вовсе противен. Но несмотря на его шумливость, мы неплохо живем. А твоя кошка не очень дружелюбная, Неджо. Нет, сэр, это очень недружелюбная кошка. Почему ты ее держишь? Да она не моя. Она лежит, где ей вздумается. Вот сегодня ей вздумалось лежать здесь. Как сказал бы Киплинг, кошка, которая гуляет сама по себе. Ужасно независимая. Ну и воняет же она. Хмм. Так это твой прилавок? О да, сэр. Хотя по справедливости, это нельзя назвать прилавком. Это лучший торговый центр в этой суетливой столице. Ты называешь это место суетливой столицы? Нет. Не сомневаетесь? Нет. Кто этот человек, торгующий шашлыками? О, это Арто. Ничтожный губитель жизни. Он не выглядит счастливым. Никогда. День за днем у него выражение лица, как дождливый понедельник. Как бы то ни было, такой он человек. Он говорит по-английски? Нет, не в зуб ногой. Сэр. Я разговаривал с интересным парнем, водителем такси. А, это должно быть Ултар. Тот, что смахивает на первобытного человека. Да не так-то он плох. Да ты знаешь, как он говорит на Пиджин Инглиш. Так же он говорит и по-арабски. Хм. Что ты знаешь об этой парочке? О, они американцы. Это всё? Этот парниша немного странный. Да и дамочка тоже. Это смешно. Но у меня такое впечатление, что она намного умнее, чем старается казаться. Хм. Что ты об этом думаешь? Эй. О, сэр. Какая замечательная игрушка. Когда-нибудь, когда я буду богатым, я соберу лучшую в мире коллекцию цветных шариков. Ты серьёзно? Это будет очень круто. Люди будут приезжать издалека, чтобы увидеть мою... Да? ...коллекцию. Рокфеллер и Геттис умели ценить прекрасное. Но ответь мне, в чём же прелесть Пикассо, я вас спрашиваю, если у вас нет его произведений на стене? Я буду придерживаться собственного мнения. Хм. Сколько стоят те книги там, на полке? У вас есть сирийские фунты? Я думаю, у меня найдётся пару ирландских фунтов. Тогда эти книги слишком дорогие для вас, сэр. Ты хорошо говоришь по-английски. Спасибо, сэр. Я учился по кассетам, которые доставлял мой отец. О, курсы английского. Нет, сэр. Джисис и Вустер. Гусси Финг Нотл. Тётушка Агатта. Что, Хо? Хм. Тебе говорит о чём-то слово тамплиер. Тамплиер. Тамплиер, тамплиер. О, да. Конечно. В самом деле? Да. Замечательный сборник книг Лесли Чартерис. В главной роли мерзкий господин Симон Тамплиер. Отлично. Это мне здорово поможет. Что-нибудь ещё? Телевизионная программа Санс с Роджером Муром в конкурсе бровей. Человек с палкой и нимбом. Офигеть. Хм. Пока, Неджу. Счастливо, сэр. Так, это чё, ещё раз поговорить с этим, что ли? Ой, стоп, подожди. Я не для того проделал весь этот путь, чтобы удовлетворить своё любопытство. На полке лежало несколько замечательных вещей, которые давали возможность открыть свой музей хлама. Хм. Внезапно я понял ужасную правду. Парень очищал шашлыки при помощи щётки для чистки туалета. Ну, счастливо. Приятно провести день. Очень хорошо. Хм. В безветренную погоду запах распространялся так же, как и вонь. Так, ещё раз с Неджу, что ли, поговорить. Так. Так. Привет, Неджу. Снова здравствуйте, сэр. Как я могу помочь вам на этот раз? Так. Послушай, это звучит странно, но мне нужна щётка Артура. Что? Щётка, которой он очищает шашлык? Да. Давай я лучше попробую тебе найти пару старых открыток. Неджу, это серьёзно. Артура украла эту щётку, и я хочу её вернуть. Возможно, я бы смог тебе помочь, старик. Наверное. Возможно. Как наверное? Как возможно? Я боюсь показаться корыстным, сэр, но я продавец в торговом бизнесе. Продавец? Это же не Сирс и Ройбак. Ну, если ты будешь несговорчивым... Нет. Нет, ты прав. Что ты хочешь? Мне придётся вам напомнить, что у вас есть то, что может избавить меня от скуки. Море удовольствий! Румяный шарик доставит тебе массу наслаждений. Ты имеешь в виду мяч, не так ли? Крошечный шарик, который едва больше моей руки может развлекать тебя часами. Если ты имеешь в виду мяч, почему бы тебе прямо так и не сказать? Не могли бы вы отдать мне мяч, мистер? Хм... Ладно, держи. Спасибо, сэр. Люди говорят много плохих вещей про американцев, но вы классный парень. Какие люди? Какие плохие вещи? Не берите близко к сердцу. Помните про щётку? Правильно. Да, щётка. Всё, что вам нужно делать с Арто, это быть с ним вежливым. Она служит ему талисманом. Наполняет жизнью смыслом. Как я могу быть вежливым с этим парнем, когда я не говорю по-сирии? По-арабски. Это я и хотел сказать. Просто запомни эту фразу. Ил-акл-калб. Ил-акл-калб. Уже близко. Теперь подойдите к Арто и скажите ему эти лестные слова. Он ничего не сможет с тобой сделать. Точно? Точно! Пока, Неджи. Счастливо, сэр! Так, а я смогу заранее сделать то, что хотел сделать? Нет, сначала надо, наверное, с шашлычником поговорить, да? Снова привет, сэр. Привет. Шашлыч. Да. Ил-акл-калб. Отвратительно. Плохо, плохо. Я тебя убивать. Эй, успокойся. Да я только... Ноги, делайте своё дело! Ха-ха-ха-ха. Лол. Успокоился, убийца-шашлычник, блин. Куда ты пошёл? Так, сюда. О чём Алло и не играет, не пойму. Что за чушь ты попросил меня сказать ему? Терпение, сэр. Терпение? Терпение. Меня преследовал убийца-продавец шашлыков, а ты ждёшь от меня спокойствия. Но учтите, что когда вы убегали от Арту, Арту не пользовался этой щёткой. Секундочку. Ты намекаешь, что меня использовали для совершения диверсии. Ваша щётка, сэр. Я не могу поверить, что меня записали в список смертников этого торговца шашлыками из-за туалетной щётки. Цель оправдывает средства, сэр. Да, я заметил, что рисковал своей шкурой. Они также обслуживают тех, кто стоит и ждёт, сэр. О, пощадите меня. А твоя кошка не очень дружелюбная, Неджо. Нет, сэр. Это... Почему ты её держишь? Да она не... Как-то ужасно. Ну и воняет. Так, ну, была, да. Так. Пока, Неджо. Счастливо, сэр. Ну чё, продвигаемся туда? Нам надо эту... Статуэтку, короче, забрать. Чтобы там кое-какие махинации со статуэткой сделать. Долго он, блин, перемещается, если... Блин, ну ты серьёзно, стобард. Как же долго, блин. Так, ну надо этому отдать щётку торговцу. Вот ваша щётка, сэр. Было нелегко её вернуть. Так. Менеджер взял у меня щётку, дал мне в награду ключи от туалета и куда-то слинял. А к чему это? Менеджер, он сказал. Вах, какой вид. Хочешь хорошенько помыться перед знакомством с моим коленом? Он это сказал? Язык весту, великая весть. Ха-ха. Так, откройте. Там надо взять полотенца и, по-моему, замок. А, ключём, что ли, открыть? Так, отлично. Оп-ля. А, и мыло где-то. Стоп, а мыло разве не тут? Или я путаю? По-моему, я путаю, да? Ладно, поговорим ещё раз с этим. Привет снова, Ултар. Спасибо Аллаху. Да. Что вы думаете об этом парне на рынке? Его зовут Неджо. Неджо? А, сын Аюба. Да он уже вырос из сандалей. Я прекрасно говорю по-английски. А он смеётся. Говорит, Ултар, ну ты козёл. Ты пропускаешь инфинитивы. А я говорю, да я тебе голову оторвать, если будешь так говорить. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Очень смешно, да? Эй, весельчак, ты же должен быть на телефоне. Что значит Ил Акул Каугу? Кто вас этому научил? Неджо посоветовал мне сказать это Арто. И затем Арто набросился на вас ножом, да? Да. А как вы узнали? Я знаю Арто. Вы сказали ему на плохом арабском, что его сослык из собачьего мяса. Я сказал из собачьего? Неудивительно, что он сошёл с ума. Нет. Ультер не имеет в виду из мяса для собак. Ультер имеет в виду из мяса собак. Ох. Вы знаете что-нибудь про тамплиеров? Конечно. Неужели? Не могли бы вы рассказать мне? Классная женская группа, которая играла на ударниках 60-х. О нет, это не совсем то. Кто говорит... Да, риторический вопрос. Смешно, смешно. Ну, ещё увидимся, Ультер. Да сопутствует вам удаться, мистер. Хм. Так, ладно, возвращаемся, чтобы со статуэткой сделать кое-что. А то мы что-то уже запоздали. Сюда. Ну... Ну... Так. Так. Всё, кот свалил Можно подобрать статуэтку Так, и обмазать её В платке, по-моему, да? Или как? Хм, наверное нет Краска сделала чудо Теперь он был похож на старинный мрамор, а не обычный дешёвый гипс Так Чё, Двейну, что ли, показать её? Эй Мужик... Эй, Дюан, привет! Привет, Джордж О, поговорите, если выйдет... Ты говорил с Неджо? Неджо? Это подросток, продающий хлам, правильно? Да, мы познакомились с ним, он умный парень Он говорит на четырёх языках, хотя ни дня не провёл в школе Он далеко пойдёт, пытаясь продавать этот хлам, хотя... Вы вряд ли найдёте здесь что-нибудь стоящее Я знаю, что вы это знаете Ну, попробуй поговорить с Перроу Она думает, что это какой-то антиквариат на прилавке Ммм... Ты слышал про Холм голова быка? Скорее всего, нет А где это? Я не знаю, я пытаюсь это выяснить Голова быка? Мда... Я должен вспомнить Звучит красиво Вы говорили с Ултером? О, самый шикарный таксист с кондиционером, мистер Да, таксист Хотел нас кинуть Отвезти нас на место охоты на диких гусей Ха-ха Ты общался с торговцем с шашлыками? Вовсе нет На Перл уже нападали мстители Монтезумы Так, статуэтку показываю Что вы об этом думаете? Неплохая штучка Похоже на старинную Да, мне пришлось поставить город с ног на голову Парень, тебя везёт больше, чем нам Похоже на римскую Я не узнаю Что мне скажут, когда я вернусь домой? Сколько вы за неё хотите? О, я не могу Это очень важная находка Я имею ввиду 50 баксов Или берёшь, или нет Я беру Держи деньги А это вам Спасибо за деньги, Дюан Это выгодная сделка Я должен благодарить тебя за то, что ты нашёл эту римскую статуэтку Да Вот такие вот дела Всё, осталось теперь Таксисту это отдать и всё Окей, ещё увидимся, Дюан Можешь на это рассчитывать, Джордж Так, а с этой Перл можно поговорить? Последний раз Снова здравствуй, Перл О, привет, Джордж О Вы не знаете, что означает «Ил Акл Кауб»? О, звучит романтично Да уж, я не думаю, что это так А Вы сказали, что ваша компания находится в Акроне А Дюан сказал, что в Кливленде без сомнений Ну да Дюан был на Маринских островах, во Вьетнаме Вы не в курсе? Но всё-таки у него есть выписка из медицинской карточки Дело в том, что он стесняется Мы переехали из Кливленда пять лет назад О, мне жаль, я этого не хотел сказать Кроме того, у него паранойя Представляет себя шпионом Мне так жаль, Перл Не стоит беспокоиться, Джордж Мы живём с этим Ха Вы когда-нибудь слышали про холм «Голова быка»? Нет, никогда А это где-то рядом? Я не уверен Звучит ужасно романтично Холм «Голова быка» Пробовали ли вы что-нибудь в шашлычной? Боже, нет Нет, с моим-то пищеварением А вы не говорили с мальчишкой, который торгует безделушками? О, вы его знаете Его зовут Неджин Не так ли? Он такой смышлёный Что мне бы хотелось забрать его с собой в Огайе Он вряд ли был бы вам благодарен Я ещё что-то старинное Ну, вы в курсе Что-то, чем бы удивить ребят дома Парень старался как мог, но... Мы так ничего не нашли подходящего Вы встречались с таксистом Унтером? Господи, конечно, да Такой здоровый Очень мускулистый Но вы не воспользовались его услугами Ну, Джордж Вы, несомненно, самый... О, вы имеете в виду поездку на такси? Нет Диан не захотел Поэтому и не поехали Сейчас мне нужно идти, Перл Мне было бы приятно, Джордж Перестань строить из себя чудака Погнали, Чордж Так, вообще тут забавные моменты Так, сюда Так, сюда Привет снова, Унтер Спасибо Аллаху Что он опять послушал Про холм голова быка Вы говорите желанием Насладиться Замечательным видом холма Да, возможно Узасная сделка Всего 50 долларов янки 50 Держи Окей, согласен Вот деньги Ага Очень хорошо Как вы говорите Голосуй Или проиграй Мистер Мы спесим А где стоит ваше такси? Единственное транспортное средство Которое я здесь видел Это списанный Армейский грузовик Да? Окей, я вернусь через минуту Кажется, это не будет правильным поступком Забирать ключи от туалета И я оставил их на стойке бара Таак Говорим с этим Армейцем Привет снова Это самый замечательный и отважный клиент Сэр Это ваше такси? О, да Могу вас заверить Самое замечательное во всей Марибии Мне напоминает чем-то Старый армейский грузовик Ба, да вас, американцев Испортили крутыми кабриолетами И джудхершами Вы уже не представляете Как должно выглядеть Настоящее такси? На первый взгляд Потянет на тонны 4 Вот Вы поломали ноготь Об ореховую скорлупу Окей, поехали К сожалению, нет деньги, уважаемый Маленькая проблема моей натуры Полетел ремень в двигателе А что мы будем делать? А что я могу? Мне надо заехать в гараж Для того, чтобы заменить деталь Сколько это займет времени? День? А может и сесть? Я не могу так долго ждать Нам надо ехать сейчас Но как, мой друг? Я сейчас что-то придумаю Так, полотенце Вам могло бы это пригодиться? Мой друг Очень хороший вечер Да Ультер взял у меня полотенце Разорвал его на две части И отдал одну мне Со своей половины Он сплел что-то вроде ремня Так обычно делаешь с чулками Ну что? Если я завяжу узел Каково? Комфортабельно Очень комфортабельно Чулки могут использоваться на Бентли Но не на грузовике Но грубое полотенце Вполне справилась со своей задачей Поехали, мой друг Ты хочешь увидеть голову быка? Не так ли? Несколько часов спустя Несколько часов спустя Это типа за нами кто-то следит Что ли? Похоже, что да Так Сохранимся здесь, наверное Так Так Сколько? Сколько? Так И сделаем С полотенцем Я привязал край полотенца К палке Морским узлом Угу Так Эта трещина Могла быть хорошим местом Для якоря Ну давай Спускайся Все выглядело довольно мирным И у меня не оставалось выбора Я не ожидал, что мне придется Заниматься альпинизмом Когда я приеду в Сирию Давай, Джордж, действуй Мне не очень Хотелось лезть туда рукой Но ведь Что за фигня? Я мог бы просто покалечиться К удивлению Мне не отрезало руку И не ужалил скорпион За что я был очень благодарен судьбе Но там что-то было Металлический звонок Размером с руку Давай С руку Я крепко схватил звонок Стараясь не думать О смертельных ловушках И потянул Ничего себе Ага Давай За углом лежал труп О боже Клаузнер Хороший Клаузнер Мертвый Клаузнер Не успев понять, что произошло Я услышал, как закрывается дверь О нет Дверь с шумом захлопнулась Я оказался в заточении Я начал понимать От чего умер Клаузнер Так Я не находил применения Этому памятнику Разве что пугать им Маленьких детей На скале было вырезано Три бородатых лица Это было странное Но величественное зрелище Навивающее мысли Про старину И древние загадки В своей жизни Я занимался и более веселыми вещами Чем поиски трупа Но так как меня преследовало Плохое предчувствие Я решил использовать Каждый новый шанс Предоставляемый судьбой Я внимательно обрежал Я открывал джакет Эй, а это что такое? Я нашел что-то вроде линзы Очень старая линза Сделанная из очень прочного стекла Она подходила На манускрипте Рыцарь держал все время линзу А не стеклянный шар Так, окей Ни сотового телефона Ни взрывчатки Ни еды А я думал Что международные заговорщики Оснащены получше Да, бывает Так, ну это последнее, что Можно обыскать, да? Я не мог забрать с собой Атунатпи Все, что мне оставалось Это внимательно смотреть на нее И запоминать Что мне делать? Створка, она открывается Это должно быть Ултар О боже Если он зайдет сюда То мы окажемся в западне вдвоем Ултар Не подходи Это ловушка Оставайся там, где стоишь Ты? Здравствуйте, мистер Стовард Мы все время встречаемся При странных обстоятельствах Не делайте никаких резких движений Я не хочу вас покалечить Вы сказали покалечить? Да, вы не ослышались Мертвецы не говорят Я хочу услышать все, что вам известно А что, если я не захочу это рассказать? Тогда я не буду жалеть о том, что вас убил Будьте уверены Я прекрасный стрелок Вы не будете страдать Это хорошо Я могу вас в этом заверить Здесь мрачновато Я думаю, что будет лучше Если мы поговорим о делах В другом месте Почему я должен быть легкой добытой? Если я выстрелю, мистер Стовард То попаду у вас даже там Но, к сожалению, от этого пострадает моя меткость Для вас же есть разница, куда я вам попаду В ногу или в яйца Без сомнений, здесь жарко Никаких резких движений, мистер Стовард Ага, во как Вот такие вот дела, ребята Итак, с чего начнём? Как насчёт того, чтобы стать хорошим парнем и убрать пушку? Клаузнер, вы знаете, где он? Лучше ему правду говорить Да, он мёртв, тут, за утёсом Хотите взглянуть? Я поверю вам на слово Капк, он умер? На первый взгляд, похоже, что от голода или жажды Он угодил в ловушку, про которую вы кричали Я подозреваю, что да Тамплиеры не расстаются со своими секретами так просто Он нёс что-то важное? Так, ребят, сейчас я подойду Пару секунд, подождите Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Так, возле окна мы вроде осмотрели. Эти слова что-то значат. Ммм, ну вот даже как... Так... Это будет не так-то легко... Угу. Угу. Ааа... сколько? А нуга. Те-те-те-те-те-те-те-те-те-те. Псомс 22.21. Не много, но это не может быть что-то. Если я эксперименту более глубоко, там может быть и другие. Угу. Угу. Стоп. До пяти что-ли? А, ну да. Так, а тут до... Просто немножко геморройно, а так, в принципе, нормально. Коринфянс 14.5. Так, и осталась, по-моему, последняя... Да. Осталась последняя. Осталась последняя. Салон 32.7. Ну, а так, в принципе, это... Салон 32.7. Да. Ну, а, ну... Салон 32.7. Наши точки, я посмотрел. Салон 32.7. Угу. Седьмой. Джон, четвёртый, одиннадцатый. Я, Каринфианин, четыре, пять и ещё Псалмы, двадцать второй, двадцать первый. Я хоть уже и не молод, но у меня ещё отличная память. К этим надписям привела меня чаша. Это было удачное совпадение. Кроме того, руки Девесконцелоса лежали на манускрипте. Нет, мне всё-таки показалось, что эта чаша что-то значит. Окей, сейчас тогда разберёмся, что она значит. Джордж, сюда иди, дружок. Так, сюда, да? Угу. Это куда мы? Чё? С двух сторон? Серьёзно? Ну ладно. Я просто не знал. Так, надо идти в музей Крун, да? Поговорим с этим... Лобино. Чё он скажет? Если вообще скажет. Привет, Андре. Хелло, Джордж. Ага, окей. В Сирии я нашёл странную языческую статую. Голова с тремя бородатыми лицами. Ужасно. Это напоминает Бафомета, идола, описанного тамплиерами. Бедные рыцари Христа поклонялись идолу, да ещё такому. На словах, описание идола было вырвано под пытками на допросах инквизиции. Заметь, что никаких статуй или идолов в имуществе тамплиеров найдено не было. То есть, пока не было. Месяц назад была выкопана статуя Бафомета. Здесь, в Париже. Где? В Институте Духовной Герметики. Статуя находилась под фундаментом. Её выкопали рабочие при реставрации здания. Не мог бы ты побольше рассказать мне об этой статуе Бафомета? Это страшное лицо, даже теперь бородатая голова. Основание статуи украшено тамплиерскими символами. Один из рабочих заметил странное пятно в основании. Он утверждал, что это похоже на кровь. Кровь? Это правда. Это не очень хорошая идея. Окей. Это не очень хорошая идея. Хочу пожать твою руку, Андре. Не сейчас, Джорджи. Что это может быть за инструмент? Интересно. Где ты его раздобыл? В одной парижской раскопке. Серьёзно? Я и не знал, что в городе ведутся раскопки. Ха. Так. Спасибо тебе за помощь, Андре. Всегда рад. Идём тогда в новую локацию, наверное, да? Она же появилась. Подожди. Да. Появилась. Ага, вот и мужичок, значит, да? Мужичок. Боровичок. Эй, месье, отойдите от моих инструментов. Окей. Подумайте только, цепляться к чужим рабочим инструментам. Все. Простите, вы мне не поможете? В чём дело? У меня несколько вопросов. Так. У вас красивые работы. Мерси. Это предмет моей профессиональной гордости. Не думаю, чтобы я когда-либо видел Галуа так сильно курящим. Это от природы. Я саркастичен. Я равнодушен. И всё же вы очень умелы. Мерси. Да здравствует безразличие. Все. А что вы здесь делаете? У меня перерыв. Да, я имел в виду после перерыва. После перерыва? Интересный вопрос, месье. Вам, наверное, надо это обдумать. Пока я буду думать, можно выкурить ещё одну сигарету. Завтра, наверное, тоже. Все. Окей, поставим вопрос иначе. Зачем нас наняли? Чтобы освобождать археологические раскопки в фундаменте здания от обломков. И реставрировать отделку дверных косяков. Это ответственная работа. Увы, я безответственный человек. А что вы знаете о раскопках? Они не дают мне делать моё дело. Я бы обратился в профсоюз, но увы. В него ещё нужно вступать. Точно. Тогда скажите, я удивляюсь типу людей, интересующихся этими раскопками. Ага. Что странного в посещении раскопок? Ни один из посетителей не был похож на археолога. А вы знаете, как выглядят археологи? Тройка, кейс крокодиловой кожи, устрицы. Но не такие же одежды. Ваша правда, месье. Ваша правда. Так кто же они? Какая разница, если они платят? Хм. Так, ну окей. Увидимся. Ореуар, месье. Идём тогда вниз. Так, и про туалет. Там была закрытая дверь с надписью «Туалет» на дешёвой фанере. Дверь закрыта, месье. Хм. Так. Я не мог представить, чего добьюсь, вращая ручку. Ну, а смотри. Термостат стоял на радиаторе. Радиатор излучал тепло, а термостат был включён на максимум. Ничего, что здесь и так было жарко, даже при двери открытой холоду осени. Идем. Проход ввёл в старую уборную, оставшуюся без дверей. Ничего интересного там не было. Идем. Хорошо, сделаем сохранение в первом слоте. И сделаем сохранение во втором слоте. Ага. Так, сколько там? Сейчас я посмотрю. Ага. Ну, в принципе, мы неплохо так играем. Сейчас, ребят, секунду. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Так, ну вот, ребят, я, как и обещал, не так долго был. Так что мы возвращаемся к прохождению. Нам надо говорить с охранником. Привет, простите? Да. Так. Так чем же вы здесь занимаетесь? Я охранник. А вы думали, я здесь ветпок пригаз? Неизвите, я просто не понял, что вы охранник. Что же вы охраняете, хотелось бы знать? Это тайна. Это ведь археологические раскопки. Вы спрашиваете или утверждаете? Утверждаю. Тогда зачем спрашивать? У меня было чувство, что это непростая дырка в земле. Да. Здесь наверняка очень жарко. Мне приходилось задержать дверь открытой, чтобы рабочие могли пройти. Вот я и включил обогрев. Вы можете тепло укутаться. Я надеваю перчатки, когда холодно. На чем беспокоиться, если так тепло? Ха. Так. Мне надо попасть в уборную, но дверь заперта. Ну, это не проблема. Есть же ключ. Спасибо. Хорошо. Так, а вот здесь надо взять мыло. Сделать дубликат. На мыле виден был отпечаток ключа. Так, теперь гипс. Я засыпал мыльные отпечатки гипсом. Ха. Да. Ты не можешь сделать пластик без выпечки гипсом. Но выпечки гипсом не выпечки гипсом. Я использовал длиров, чтобы успевать процесс. Кристи. 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 Ладно, хоть это заняло и немного времени, но гипсовый ключ был совершенно непригоден. Слишком хрупок для замка. Придется заменить его на настоящий. Вся проблема в том, что гипс мало похож на металл. Впрочем, та гипсовая статуя в Сирии тоже не была похожа на каменную, Пока я немного не поработал над ней Может быть и ключ Удастся усовершенствовать Так, окей Так, но заменить ключ Мы пока не можем Хорошо Так, возвращаем ключи Ещё раз привет Что это? Вот ключи, спасибо Мерси, мессия Поговорим позже Урвар, мессия Так, а мы Нико сейчас можем? Вы не возражаете, если я позвоню? Милости просим Я приставлю нахранять эту дверь Этот телефон может сам о себе позаботиться Алло? Нико? Джордж? Ты что-то раскопал? Пока ничего Ничего? Что-нибудь не так? Нет Джордж, зачем ты позвонил мне? Да так, просто хотел услышать твой голос Вот как Так услышь, как этот голос говорит тебе меня не беспокоить Я занята Оооо Так, а что я не так сделал? А, так и знал, что сначала надо попробовать окунуть ключ в это Ядро того болвана Так Эй, мессия Отойдите от моих инструментов Окей Подумайте только Цепляться к чужим рабочим инструментам Так, вот теперь мы, по-моему, Нико можем, да? Позвонить По-моему Тэй, Хиггс Кулорд Алло, Нико Это я Что такое, Джордж? В чем дело? Я в раскопках, но меня не пускают Черт, нам надо знать, что там Не волнуйся, у меня есть план, но мне нужна твоя помощь Хорошо, что я должна делать? Мне нужно, чтобы ты подержала кое-кого на телефоне некоторое время Кого? Художника Мне надо покопаться в его принадлежности А, окей Не ложи трубку, сейчас я его позову Так Погнали Привет, это снова я Что еще? Ага Вас зовут к телефону Меня? Вы уверены? Это женщина, и кажется, возбужденная Какая женщина? Вы, должно быть, ошибаетесь, месье Она позвала эту тень человека с никотиновыми пальцами и задницей, торчащей из штанов Ну, конечно, мне же звонит Подождите, не годится лишать женщин удовольствие Обманулик, маляра на четыре банки Так Отлично О, месье Что за странная женщина? Она просто увивалась за мной, и вот, пожалуйста, одни оскорбления В самом деле? Да, оскорбления Ну да ладно, надо закурить сигарету И еще, месье, если она снова позвонит Меня здесь нет Так, надо этот радиатор переключить, да? Можно? Можно? Я выключил обогрев Так, поговорить снова с этим Еще раз привет Что это? Мне надо в туалет Опять Опять? Уже? У меня проблемы Вы мне не поможете? Что за вопрос? Вот ключ Так Так Ну лучше это сделать За дверью Так Поменять Я заменил настоящий ключ на поддельный Выглядел он убедительно Но на ощупь чувствовалась поршивка Так, отлично Так Еще раз привет Что это? Я задержал дыхание В надежде, что он не заметит подмены Вот ключи Благодарю Спасибо, месье Отлично Поговорим позже Спасибо, месье Так И теперь с Нико Привет, Ника Это снова я Я догадалась Что на этот раз? Что ты наговорила художнику? Я не хочу повторять, Джордж Слушай Мне надо убрать с дороги охранника Не могла бы ты перезвонить И попросить его снова позвать художника? Окей Сейчас перезвоню Ждем Это место Идеально подходило Чтобы наблюдать Развитие событий Эй, ты К телефону Да Кто это? Откуда я знаю? Я что, у вас секретарь по связи с общественных? Это не шутка? Нет, это женщина Вы ответите? У нее теплый, чувствительный голос Похожий на жидкий шоколад Да-да Очень сексуальный голос Пошевеливай Не буду с ней разговаривать Я вижу Вы теряете время, разговаривая со мной Да нет, вы не поняли Я отказываюсь с ней разговаривать Вы отказываетесь? Отказываетесь? Я теряю драгоценное время Не смешите меня Драгоценное время? Да вы же просто бьете баклуши целыми днями У меня ответственная работа Пах! Да не пачкай меня Ты, уролевый слон У меня важная работа Это невозможно Они бы наняли тогда кого-нибудь покомпетентнее В каком смысле? Вместо эдакого мрачного лодыря вроде вас Куча эпалет И никаких мозгов Эй, вы! Похоже, это продлится какое-то время Такую возможность нельзя было упустить Так, по факту, по факту Так, погнали Открывать дверь Дверь Пандоры, да? Я не находил им никакого применения Спускайся Что тут у нас? Не было никаких сомнений Что это тот же идол Которого я видел в Сирии Бафомет Стамплиеры наверняка побывали здесь Так И ставим бокальчик и смотрим Так И это был он Скрытый в линиях чаши Образ церкви Я узнал, для чего нужна была чаша Разгадал головоломку? Да Это искаженное изображение места Бафомета Когда я посмотрел В отполированную поверхность чаши Рисунок изменился И чем же он стал? Изображением церкви С квадратной башенкой Ага Как давно ты знаешь Лобину? Андре? Мы встречались в колледже Он мне помог, когда я была совсем зеленой Показал, что и как Ты никогда мне раньше не говорила Я думал, это было чисто деловое знакомство Так оно и есть Я редко его теперь вижу Знаешь, он не очень изменился Разве что волос стало немного поменьше Я уже и забыла, каким он умел быть забавным Думаю, лучше вернуть чашу графине Возвращайся поскорее, Джордж Ну да, сейчас графине Уже скоро финал Так Ага Че, с этим что ли говорить? Привет, Лопес Как вам мой фокус? Сеньор Тобарт Как я вас рад видеть Как у вас дела? Хорошо, спасибо Графиня внутри? Она вас ждет Я провожу Спасибо, я знаю дорогу Сеньор Стопарт Я чувствую, что я вам должен Должен попросить прощения Не стоит Я был невежлив с вами при нашей первой встрече Послушайте, Лопес Забудьте это Я сюда пробрался как торговец змеиным ядом На вашем месте я тоже бы мне не поверил Вы не понимаете Находка чаши наполнила жизнь моей госпожи смыслом Замечательно Она улыбается Она смеется Торговцы советуют ей поехать в просак Ага Итак, графиня думает, что проклятие снято Я не акцентировал бы на этом внимание Находка чаши подтвердила догадку про то, что тамплиеры никогда не покидали Девас Конселоса Для моей госпожи это много значит? Окей, все, да? Увидимся позже, Лопес Адьёс, сеньор Стобарт Ну? Иди сюда, Стобарт, блин Так, речник он пока тронуть не может, да? Так, зеркало можно взять Уже хорошо Над раковиной висело маленькое зеркало Так Эту надо еще взять Книжку я забыл Блин, книжку профукал А, вот Внутрь О! А сейчас можно, короче Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Закрой окно Давай Отлично Теперь давай еще раз зажигай Давай, Джорджик, давай Мы верим в тебя Смотрим Вот и ключик нашелся Свеча горела ярко Но всего пару минут Какой-то особенный состав Пожалуй, хватит об этом думать Сложная, искусно вырезанная в камне картина Это должно быть ключ Какой ты догадливый, Джордж Я не хотел без особой причины Переставлять пюпитр Я не хотел без особой Часть шахмат была снята И Библия вернулась в свое прежнее место Свечи были зажжены Я полагаю, так графиня благодарила своих предков Я не хотел без особой Ага, эту брать он не хочет Да, книжку Ну ладно Не хочешь, так не хочешь Что я-то сделать могу-то А, вот так Окей Сеньор Стоппорт Рада вас видеть Присаживайте Привет, графиня Мои поздравления Я принес назад ваш кубок Ого Вы его и почистили Да, я повстречался с услужливым священником Вы уже разгадали тайну тамплиеров? Нет, пока нет Я даже не знаю Что мне еще предстоит пережить Существует много рассказов о люцарях Которые прячут свои богатства Во всяком случае Мне бы не хотелось Чтобы это досталось плохим ребятам Ах, быть молодым И жить в мире сплошной морали Да, а что я сказать про кубок? Я обнаружил в этой чаше Нечто странное В Париже я был в церкви В которой мне объяснили Что на ней изображено Я нашел могилу Дон Карлоса де Весконцелоса Вы в этом уверены? Это не ошибка? Изображение рыцаря на чаше Совпадает с изображением на могиле Невероятно Примите мою глубокую благодарность Я должна съездить туда В ближайшее время Да, я с удовольствием Покажу вам город Так Также я обнаружил надпись На гробнице Дон Карлоса Слова из Библии Какие слова, сеньор Стоппорт? Псалмы 32-й, 7-й, коринфиане Я не ученый И не знаю на память эти главы И строю на память Я имею в виду Это цитаты? Вы знаете, я забыл спросить у священника Не понял, подожди Я пока что осмотрю здесь С вашего разрешения Мой дом Ваш дом Я пока останусь здесь Так, подожди Так, подожди Теперь только это О, теперь вроде можно взять, да? Отлично Игра в беготню, короче, да? Ну, хотя бы так Так Давай Снова здравствуйте Можно я присяду? Пожалуйста Будьте моим гостем Вот Библия из Мавзолея Так, приступим Первое обращение Псалом 32-й, стих 7-й Ты мое пристанище Ты укрываешь меня от беды Твое укрытие поет мне песнь про спасение Мое пристанище Не обольщайтесь Скорее всего, это приведет нас опять к тому месту, где был найден кубок Вы, конечно же, правы Дальше Окей Откровение Иоанна Послание 4-е, стих 11-й Иоанна Послание 4-е Стих 11-й Здесь Исток глубок Следующий Быстрее Окей, окей Письмо к Оринфианам Глава 4-я, стих 5-й Вот она И воля его все тайное сделает явным Что-то еще? Да, снова Псалом Спаси меня от пасти льва И от рогов единорога Услышав Избавь меня Последнее непонятное Львы, единороги Что это значит? Я тоже не понимаю Самые значимые места Это убежище и глубокий источник Мавзолей Это точно не глубокий источник, сеньор Стоппорт А здесь есть где-то подземный источник? Я не знаю Я полагаю, что был когда-то Лопус Это человек, который знает все о поместье Окей Я пока что осмотрю здесь, с вашего разрешения Мой дом, ваш дом Я пока останусь здесь Окей Орешник мы пока тронуть не можем Да, значит, надо поговорить с Лопусом Окей Привет, Лопус Есть минутка Конечно, сеньор Чем могу вам помочь? Угу Вы, наверное, знаете все про это место Си Я прослужил Девас Кунцелла сам всю свою жизнь Вы не знаете, здесь есть где-то поблизости какой-то источник Источник? Си, сеньор Это должно быть в укрепленной части виллы Как же можно выдержать осаду без воды? Отлично, где это? Если б я знал Источник закрыли еще в прошлом веке Он был опасный И вы даже не представляете себе, где это место? Нет Его спрятали еще во времена моего деда Хм Но у вас должно же быть хоть какое-то представление о его месторасположении Это должно быть где-то во дворе старого дома Здесь? Окей Как же мы его отыщем? Должен быть выход Дайте мне подумать Возникли идеи? Мы ищем источник воды? Си Да? Из поколения в поколение жители деревень в Испании маскировали источники с водой Даже если они находились в метрах от поверхности земли Аааа, вы говорите о волшебной палке для поиска воды Эх? Вы берете палку и на том месте, где она начнет дергаться и надо копать Ооо, вы это слышали? Да Так ищут воду на всей планете Окей, давайте поищем У на момента Это должна быть особая палка Орешник Игрообразной формы Правильно А здесь растет орешник Си Здесь Это орешник Так, сейчас сорвем Вот он Я обошел его и нашел подходящую палку Ага Так Так Можно, наверное, сохраниться Сейчас с ним поговорить Типа Привет, Лопес Есть минутка? Конечно, сеньор Чем могу вам помочь? Ну, теперь у меня есть волшебный пруд Что дальше? Проще простого, сеньор Держите пруд за раздвоенный конец Зажмите в руках кончики пруда так, чтобы чувствовать его малейшее колебание И медленно обойдите это место Звучит довольно просто Да мы никогда не найдем этот источник Субтитры сделал DimaTorzok 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 Есть Здесь лежит тайна тамплиеров Спрятана здесь сотни лет назад Скрытая от человеческого глаза До этих пор Тайна разгадана Да это же консервная банка Я ходил здесь туда-сюда с этой веткой Чтобы достать консервную банку В ней была вода Наверное поэтому волшебный прутик среагировал Следовало бы спросить совета у археологов Но я подумал, что это оставили не тамплиеры На самом деле, сеньор Стопбард Этот газон разбили много лет назад Это было где-то во времена Наполеона Избавьтесь от этого Лопаст сильно бросил банку Казалось, что она упала ужасно далеко Брызги подтвердили наши догадки Чтоб не провалиться на этом месте Это было здесь все это время Все эти годы и никто этого не находил Мы стояли молча, восхищаясь этим зрелищем Как бы и я мог провалиться? Источником перестали пользоваться десятки лет тому назад После полуденного зноя Воздух здесь казался прохладным И я покрылся гусиной кожей У меня очень-очень плохое предчувствие Так Я покрылся на том, что она была в полу Воздух здесь Поехали Издалека голова льва выглядела внушительно, чуть ближе она пугала. Ого! Один из клыков снимается. Я услышал, как большое количество камней пришло. Я понял, что я в опасности. Ха-ха-ха! Очень смешно, телепат! Сеньор Собар! Сеньор Собар! С вами всё в порядке? Всё хорошо, Лопес! Я в порядке! Ву Иисусу Мехасдада! Вы меня напугали! Неплохо задумано, тамплиеры. Так, а зеркальце используют, чтобы посветить. Я понял, что я мог использовать зеркальку, чтобы преследовать свет, отзывы. Папа! Вот! Посередине дверного проёма я заметил что-то вроде патрона для электрической лампочки. Кажется, это ещё далеко не конец. Так, и вот тот ключ, который мы вроде как заметили, да? Угу. Так, сначала... Четырнадцать. Ча, вот эта головоломка, конечно, такой себе. Четырнадцать. 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 Так, по-моему, сначала 14, да А как Кнопку нажимать? Подожди Окей Так, теперь 27 Семь Это значит Уже По-моему, вот это Да, 14, 27 Потом нужно сделать 6 Так, 6 это значит А, подожди Так, после 6 21 Так, а LX это у нас какой? Ммм Стоп Может Может имеется ввиду Вот так Так Там же LX1 нужно По-моему, да? Да Да Так Так Потом Тройку Опять Тут снова пустой Надо сделать, да? Что за фигня? Тройка А, вот Тройка Потом Тройка Потом Единица А Ага X и 7 А X и 7 Так Так 7 И получается Вот это, да? Так X и 7 Потом 12 12 Так 12 Это значит Двойка нам нужна, да? Угу 12 И 25 Это значит Нет Скоро уже конец, ребят Скоро уже конец, ребят Погнали Вот и дети Те самые И шахматы Перед тем, как покинуть это место Нужно было еще кое-что сделать Графине Графине больше не понадобится этот замененный кусок Я нашел его вместе с детьми Может быть, вы хотите побыть одной? Я буду в саду с Лопесом В квартире не кох Джордж Как съездил? Да Заходи, Джордж Рада видеть тебя снова Правда? Конечно Конечно Что ты обнаружил в Испании Без Андрея У нас бы ничего не получилось, Джордж Да, я знаю Ключ вел в подземную палату на дне колодца Тамплиеры оставили мозаику с изображением шахматной доски Клеткам не было счету На полотне был изображен бегущий ручей И тамплиерский рыцарь на коне Это о чем-нибудь говорит тебе, Андрея? Нет, ни о чем Может быть, мы расскажем, Андрея, об остальных твоих находках, Джордж? Это карта и латинская надпись На запад, на краю света Джордж нашел их в пещере в Сирии Да, где меня чуть не убил ассасин Еще мы обнаружили изображение казни Жака де Мале на костре и дату 1314 год В окне церкви на площади Мафосон Одно из мест, где меня чуть не убили У нас есть изображение церкви, которое Джордж нашел на раскопках Там тебя никто, по-моему, не пытался убить, Джордж И, наконец, в Испании мы обнаружили рисунок Надо ли мне упоминать, что и там меня чуть не убили? Пока нет, но к тому идет Только мои кошачьи рефлексы спасли меня от верной смерти Кошачьи рефлексы, говоришь? И вот, когда я рисковал жизнью и душой Где был ты, Андре? Отколупывал стекляшки с этрусских вас? Хватит, мальчики Может, вернемся к спасению мира? Конечно, мои извинения Он первый начал Ладно, латинская фраза – это слова Юлия Цезаря Он описывал остров Британию Ты уверен? Карта не очень напоминала Британию Интересно, почему Цезарь считал Британию краем света? Для римлян Средиземноморье было центром вселенной Британия была отдаленным, недружелюбным местом, населенным разрисованными дикарями Но она не очень изменилась Они перестали себя разрисовывать Кроме тех случаев, когда идут на футбол Они использовали эстракт растения Исати Стингтойя Шотландцы использовали его до недавних времен, воюя с англичанами До недавних времен я что-то не слышал, чтобы шотландцы воевали с англичанами О каких временах ты говоришь? Я знаю, что люди Уильяма Уоллеса использовали его в 13 веке Они могли использовать его вплоть до… Ты что, не можешь вспомнить? 1314 года О, снова этот год Андрея, что это? Что это значит? 1314 год, Шотландия Битва при Банна к Берне Это объясняет ручей на шахматной доске Так вот что значит Берн, как Банна к Берне Точно, Джордж, картина проясняется Традиция утверждает, что шотландцам помогали ударные силы, догадайтесь, чьи? Тамплиеров? Да, группа беглых тамплиеров Они, говорят, принесли шотландцам победу И все это кончается церковью На острове Британия, в Банна к Берне, в церкви Чего же мы ждем? Я вызову таксин Я не могу пойти Андрея, ты оказал нам огромную помощь, но… Джордж хочет сказать, что ты не должен винить себя Я? Мы понимаем, ты совершил ошибку Слушай, надо спешить, поехали, Джордж Там посмотрим О, и не беспокойся за нас Вот и поезд Простите Она, наверное, глухая Да, дорогуша Вы не знаете, когда мы прибудем в Стирлинг? Без четверти шесть, но мы опаздываем на восемь минут А что за книгу вы читаете? О, да, я приобрела это на станции Исторический детектив, неплохо написано для такого жанра Это довольно старое издание А как называется книга? Про делки кривого рыцаря, Молли Пигрэм Я предполагала, что автором была женщина А оказывается, нет Его настоящее имя… Профессор Найджел Пигрэм Правильно А вы его знаете? Нет, никогда его не встречал Джордж – его большой поклонник Сэр Вы хорошо знаете Стирлинг? Да, это так А вы, голубки, куда направляетесь? Да, мы… Единственное место, которое мы планировали посетить за выходные Намерены посетить замок? Я уверена, что это аккуратное местечко Но мы не интересуемся историей Не правда ли, Джордж? Нет Угу А в Стирлинге нет церкви святого Нинеаноса? Да, есть, и я знаю, зачем вы это спросили Неужели? Конечно, это очевидно, что вы любите друг друга Вы сбежали от родителей А говорят, что в этом мире уже нет романтиков Сэр Так Куда ты идёшь, Джордж? Сказать тебе по буквам? Что ты меня подкалываешь? Если идёшь отлить, то так и скажи Окей, я иду отлить Отлить Ваши билеты, пожалуйста О, здравствуйте Это стандартный полный билет У вас есть железнодорожная карточка абонемента? Нет, я редко езжу в поездах Мой билет в порядке? Ну, да Но вы бы смогли сэкономить треть суммы, которую вы за него заплатили Я не собираюсь экономить на такой чепухе Вы забавная пташка, чтоб не провалиться Ваши билеты, сэр Вот До стирлинга? Да Надеюсь, вы останетесь довольны путешествием В это время года это место выглядит жалким Хотя там есть много пивных и с вершины крепости открывается прекрасный вид Спасибо Мне не хотелось тебя тревожить, но в этом парне было что-то знакомое Ты уверен? Ты просто устал Скорее всего, ты ошибся Возможно, но мне не понравилось, как он на тебя смотрел Ты можешь сидеть спокойно, Джордж? Мне надо в сортир Когда будешь идти туда Загляни вагон-ресторан, Джордж Невероятная мысль Я так голодна, что готова питаться английской кухней Окей Угу Так А как нам передвигаться-то? Так Только не это Это был гангстер из отеля, Гвидо Ну, я не испугался Эй, ублюдок! Здесь не курят Ну ладно, может он все-таки меня напугал Уже и быть не может Я внезапно вспомнил, на кого был похож проводник Убийца Экланда Марквита Не хотел бы я встретиться с таким ночью в темном переулке Не следовало бы оставлять Нико с этой старухой Внезапно мысли о поисках меча бафометов отошли на второй план Сначала надо найти мою девушку, которую я люблю Я не хотел его будить Честно говоря, без шланга с холодной водой это было бы невозможно Так Привет, а у вас тут вечеринка? Нет Мы, брат, давай Предсоединяйте Ваш Рассланд В этот Мик Центр Изо рта у него пахло, как от тубы химического предприятия Не напрягай его Парень отдыхает Пит, как ребенок Я его растолкаю, когда подъедем в Мокасселу Да мы проехали Ньюкассел полчаса тому назад Хе, а я не заметил Ха Что за херню ты пьешь? Воняет, как из помойного бедра Эй, брат, у тебя волосы станут дыбом И брови тоже Послушайте, мне нужна ваша помощь В чем проблема? В поезде есть человек, который пытается меня убить Рассландно, мужик Пока башар с тобой Он ничего не посмеет сделать Мы ветераны, понял? Частники боевых действий в Брайлинге Что-то я не припоминаю, чтобы британская армия вела военные действия в Брайлинге Отстань от меня Ты в безопасности с тобой Вы не знаете, куда ушла женщина из соседнего купе? Нет, дружок, не видел Ты что, ее потерял? Она исчезла, старушка тоже Мне кажется, что они попали в неприятности Как? И старушка тоже? Да, вы должны мне помочь А может они вышли в туалет? Я так не думаю Они никогда не ходят поодиночке Только по парам Нет, ее похитили, я уверен Я должен отправиться ее искать И что же тебя держит, дружок? Проводник Он не тот человек, за которого себя выдает Ты хочешь его убрать? О чем и речь? Не вижу препятствий С Да Еще увидимся Так Так Сохранимся Единица Единица, наверное Так Так Эээ, не делай этого, не прыгай Я и не собираюсь прыгать, я хочу влезть на крышу вагона Да ты гонишь Ну, смотри и учись Хе-хе Хе-хе Попадет Ну, смотри Попадет У меня всегда была мечта дёрнуть стоп-кран. Теперь мне представился случай. Вы спасли нам жизнь, но почему? Мы всегда стояли на одной стороне, Стобарт. Мы преследовали разные цели, но у нас были общие враги. Рыцари-тамплиеры? Не говори так. Настоящие тамплиеры были благородными людьми. Эти варвары не смеют так себя называть. Эти люди хуже псов. А за что борются нео-тамплиеры? Что значит меч Бафометов? Не то, что ты думаешь, мой друг. Да, это оружие, но нашим врагам будет не так-то просто им овладеть. Двуручный меч — это сила, которая старше Малея и Соломона. Мы их остановим, вы и я, вместе, и Нико. Нет, Джордж, мой путь скоро закончится в саду под названием Раи. Ты говоришь глупости. Просто скажи, что ты сдаёшься. Меч символизирует колоссальную энергию на пересечении естественных силовых полей Земли. Она сконцентрирована в Сант-Ни-Нианте. Эта энергия наделяла тамплиеров властью, что и делала их великими. Эта власть помогла им расширить их влияние. Они могли контролировать волю окружающих. Как вам удалось выбраться из головы быка? От скалы до деревни, большое расстояние, 100 борт. К счастью, я знал секретную тропинку. Ээээ... нет. Всё означает, да? Да хранит вас Аллах от наших врагов. Спасибо. И последнее. Что? Что вы хотите сказать? Он мёртв. Да, жалко. Не беспокойся. Я о тебе не забыл. Быстро развяжи меня, Джордж Стопарт. Я это сделаю, когда освобожусь. Это несправедливо, Джордж! Нет. Ты пользуешься тем, что у меня связаны руки. Когда Эквунд направил на меня пистолет, я подумал, что мне конец. Я как раз думаю о тех вещах, которые я хотел бы сделать. И поцеловать тебя — мой первый пункт в этом списке. Джордж! А? Джордж! Нам надо выбраться с этого поезда. Эквунд может очнуться в любое время. Ну, так чего же мы ждём? Я б на их месте топор бы взял бы. Так, утро до рассвета. Я чувствовал бы себя увереннее, если бы имел при себе пистолет. Хан дал мне кое-что. Что? Свою сумку. Грандиозно. Если мы напоримся на каких-нибудь убийц, то надаём им хороших тумаков. А оружие у него какое-нибудь было? Ты о нём и половины всего не знаешь. Его сумка заполнена С4. Вау! Что же ты сразу не сказала? Теперь-то мы им покажем. А что такое С4? Пластилин, Джордж. Будем выстилать им нашу дорогу к победе? Два килограмма пластиковой взрывчатки. Правда, детонатор сломан. Не беда. Купим коробок спичек. Ничего не выйдет. Требуется маленький взрыв, чтобы вызвать большой взрыв. Тогда от него немного пользы. Что означает этот знак? Видимо, во время гражданской войны в Англии, в середине 17 века, это место использовали в качестве оружейного склада. Да? И что же случилось? Посмотри внимательно на окрестности. Что ты скажешь? Случайная искра. Угадал. Только башня не уцелела после взрыва. Надеюсь, взрыв не уничтожил меч Бафомета. В самом деле? Я надеюсь, что да. Надо осмотреть эту. Я поискал и нашел в груди мусора старую поломанную глиняную трубку. Угу. Под одним камнем я нашел металлическую монету, которая позеленела от времени. Угу. Я измазался в грязи, но нашел маленький выступ и шпиндель. С необыкновенным удивлением я почувствовал что-то между пальцами. Это было что-то маленькое, тяжелое и черное. Это был пластмассовый колпачок от ручки. Я ничего не нашел. Угу. Ручка легко поддалась. Большое колесо стало вращаться. Угу. Черт! Ручка выпала у меня из руки. Теперь без ручки мне составляло труда привести в движение бугорок и шпиндель. Угу. Угу. Хм. Сейчас прикол будет. Выступ соскользнул прямо в глазницу. Угу. Сейчас будет прикол. С глиняной трубкой во рту он был счастлив и был похож на дедушку. Что ты можешь сделать, Джордж? Проверял, нет ли во рту демона какого-нибудь секретного механизма. Может, следовало бы оказать ему немного больше уважения? Мифическому средневековому демону не смеши меня. Хм. Окей. Продолжай в том же духе. Лезь к силам, которых не понимаешь. Разбуди гнев демона и вечно гори в аду. Хм. Очень я испугалась. Ха. Прикол. Так. Я всунул ручку в рот демону. Она застряла. Я начал ее вращать. Угу. Как только я увидел мерцание факелов, я понял, что мнимые тамплиеры опередили нас. Но где они сейчас и почему так тихо? Вот так. Нет, Джордж. Что? Оставь этот факел в покое. Если ты еще не заметил, то обрати внимание, что тайник набит динамитом. Так что? Ты мне не доверяешь? Это не вопрос доверия. Нет. Считаешь меня тупицей, да? Не будь дараком, Джордж. И разговаривай потише. Мне кажется, я что-то слышу. Похоже на песнопение. Окей, окей. Так, ну все. Сейчас, в принципе, будет финал. Финал первой игры. Наконец-то мы ее пройдем. 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 Пройдем очень интересную игру. Будет еще вторая часть. Так. Что тут у нас? Угу. Куча всякой этой записютины. Так. И все мелко. Вот это единственный минус. Что все мелко. Ну что, ребят, погнали. К финалу. К финалу. Слушай, я определенно слышу песнопение. Ты права. Теперь я тоже слышу. Что думаешь, они могут делать? Не удивлюсь, если отправляют какой-нибудь сатанинский ритуал. Так чего же мы ждем? Посмотри на это. Бафомет. Лабино был прав. Это место древнее даже для тамплиеров. Все это место. Это Бафомет. Наконец-то правда. Тамплиеры никогда не поклонялись этому высеченному образу. Так же, как не поклонялись они радуге. Но как и радуга, он символизировал для них союз с Богом, который открыл им это место. Роса. Это вероломство. Предательство. Напротив. Инспектор Роса был образцом послушания. Качество важного для настоящего тамплиера. А теперь ведите себя тихо и спокойно, если, конечно, вам дорога ваша жизнь. Братья и сестры, мы собрались здесь, чтобы присутствовать при восстановлении меча, что был сломан. Здесь, перед лицом Господа, Бафомет, великий магистр и рыцарь Бафомета, мы приветствуем тебя и выражаем свою покорность. Я приветствую тебя, хранитель ворот храма. Семь столетий назад твое величайшее оружие, меч Бафомета, был утрачен для нас. Сейчас мы готовы перековать его, чтобы направить против новых врагов. Мы поведем людей к новому порядку, когда исчезнут все границы. И все объединятся под красным крестом тамплиеров. Джордж. Джордж, мы с уважением следили за твоими попытками остановить нас. Но ты, конечно, был введен в заблуждение нашими врагами. У нас общая цель. Сделать мир лучше. К счастью, никакой вред не был причинен. Нам нужен надежный изобретательный человек, как ты. Будь с нами, Джордж. Будь с нами в истинном братстве. Да, правда, постойте. Братстве? А как насчет Марке? Как насчет Пигрыма и Клаузнера? Вы смотрели на них, как на неудачников, а не как на братьев. Три человека мертвы, а вы еще не отправились к черту. Джордж, пойми, жертвы неизбежны. Всякое великое начинание. Быть с вами? Скорее уж, видеть вас в аду. Ах, Джордж. Я возлагал от тебя большей надежды. На войне, как на войне. Эклунд, кончаюсь с ним. Так, так. Какие люди. Величайший детектив и его красивая напарница. Мне будет очень приятно убить вас в мисте. Джордж, что ты собираешься делать? Так. Что нео-темплиеры хотят найти меч и вернуть его. Наверное, он и был истинной целью Эдварда Второго, который повез английские войска на Беннаберн. Поэтому тамплиеры помогли шотландцам. Ага. Интересно. Во как. Так. Ну, короче, знаете, что нам нужно сделать? Всего лишь факел. Так. Ну же, Ника, мы уходим. Вы, глупцы, вам от нас не скрыться. Квидо! Останови их! Но, хозяин, порох. Этот порох времен английской гражданской войны. Ты дурак. Ему триста лет. Каким образом он может взорваться? Я думал, что все кончено. Но Ника в последний момент спасла нас. Точнее, то, что было в ее сумке. В сумке было полно пластиковой взрывчатки. Может быть. Но эта штука чуть поновее. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok 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 Что-то титры не показали А это что открылось? А! Разработчики, да? В стиле бонуса Арктики Разрабы Хм Что тут еще? Все? Ну да Ну Надеюсь, ребята, вам понравилось Наконец-то мы Прошли сломанный меч Финал Надеюсь, вам это Игра Про Журналистку Николь И про обычного Туриста Стобарта Который Просто пил В Париже кофе Произошел взрыв И вот эта история Завертелась Закрутилась Про тамплиеров Вот Понравилось Я старался Проходил Надеюсь, было местами смешно Я не так часто комментировал Чтобы вы послушали русскую озвучку Но мне почему-то нравится Больше Тинтамплиеров Потому что история довольно Интересная Закрученная Вторая часть Она более послабее Там уже Про племена Майя Третья часть Она Спорная Но уже в полном 3D Про четвертую Я ничего не могу Сказать И про пятую Тоже ничего Не могу сказать Но В принципе Спасибо, что Смотрели Всем До новых встреч Спасибо, что Ставили лайки Приглашайте друзей Не забывайте Ставить уведомления Ну А с вами был Казуху Фэмили И Всем До новых встреч Ребятушки Не болейте Если что Увидимся Тоже в интересных Играх Ну А всем Пока-пока Субтитры